Здравствуйте, все, кто меня захотел посмотреть и послушать. Я еду по одной из центральных улиц Анкориджа, Аляска. Еду к подружке, мы решили сегодня пошопиться. Непривычно мне за рулем снимать, я виляю, сейчас посмотрю, смогу ли. Решила ответить на некоторые вопросы. Мне пишут девчонки ВКонтакт. Уже несколько человек написали, спрашивают. Прочли на страничке Оли Брукман. Моё сообщение о том, что я нашла в Америке себе жениха и замуж выхожу. И все спрашивают, на каком сайте. Я хотела бы... Ну что, ну, конечно, я всем отвечаю. И уже по моим ответам уже две девушки тоже нашли на том же сайте себе друзей американцев. И уже будут знакомиться, встречаться. Есть такие американцы, мужчины решительные, которые поедут в Россию. Мой американец меня позвал к себе. Не хотел в Россию ехать. Ну, и потому что не хотел, а потому что работает никогда ему. Отпуск небольшой в Америке. Его хочется использовать, поехать в тёплую часть Америки, на родину. И там с родственниками встретиться. Ну, вот такие места проезжаю интересные. И дома, и высокие, и низкие, и частные, и тут же промзона. Так, надо мне внимательно, потому что жёлтый свет загорелся. Не успела я проехать, но я никуда не спешу. Я сосредоточена на том, чтобы что говорить. Вот сайт RussianCupid.com На один сайт я всего, Ольга, в своём видео предлагала несколько. Я написала на бумажечку несколько сайтов. Там до пяти, наверное. Ну, вот я на один только попробовать решила. Потому что я в 2000 году уже пробовала знакомиться на сайте. Но у меня вообще ничего не получилось. Вообще мне никто не ответил. Но, насколько я помню, просто у меня, наверное, терпения не хватило этим. И времени, скорее. Скорее, времени заниматься этим. Поиском. Ну, может, была неуверена. Может быть, некогда было. Дети были маленькие. Вот. А сейчас, вот, по срокам хочу сказать. В феврале месяце. Мне эта российская действительность уже достала. В том, что мужчины попадаются всё какие-то алкоголики мне. Вроде бы и хорошие, но пьющие. Мне это совершенно не нужно. С этим жить не хочется. И попадаются ещё такие мужчины, которых надо содержать. Почему-то я должна работать до потери сознания. И кормить, и всё остальное. И одевать, и ездить с ними, за мой счёт, в отпуск. Вот. Ну, я решила, думаю, попробую. А вдруг мне повезёт. И я за границей. Вообще была настроена на Америку. Мне эта страна всегда нравилась. Мне нравился тип общения. Как они здесь общаются, как они живут. Ну, насколько я знала, по видео, по фильмам, по ютубу. Ой, снова жёлтый. Можно было проехать, но ладно. Уже остановилась. Это я в центр, даунтаун заезжаю. Здесь магазины, банки, домики даже жилые. Да, есть. Вот. В феврале месяце, по-моему, надо музыку потише сделать. В феврале я зарегистрировалась на этом сайте Russian Cupid. И сразу мне пошли письма. Много писем. Первый у меня был француз. Очень такой видный, высокий. Ну, плотный, полненький. Одет хорошо. Несколько фотографий. Ну, на вид нормальный мужчина. Написал мне очень длинное письмо. На французском через переводчик я с трудом вообще поняла, что он там хотел мне сказать. Даже с переводчиком сложно понять. И я ему ответила, что извините, я все-таки не буду знакомиться с франкоговорящим мужчиной. В школе учила английский. Более-менее все-таки в памяти восстановится язык. А заново учить французский? Нет, я не захотела. Обиделся очень сильно. Меня там как-то обозвал. Ну, ладно, я не в обиде. Второй у меня был знакомый американец. Написал мне письмо. Я ему ответила, и он пропал. Но мне он в любом случае не понравился. У него 10 йорков. Это мне понравилось, что любит собак. Еще и 10 штук. Потому что я заводчик собак. Последняя моя занятость была в России. И пропал он куда-то. Думаю, ну и ладно, и хорошо. Мне его глаза не понравились. Но это тоже не факт. Неизвестно, во что бы вылилось наше общение. Ну, это уже третий знакомый. Ну, такой реальный. Потому что я на Турцию, Индию, негры. Я вообще не отвечала. Убирала их из своего общения. И вот нынешний мой бойфренд был третьим моим собеседником. Сразу попросил мою почту, имейл. Потом он попросил скайп. Вот улица заканчивается. Идет вниз туда вот она. И там залив. Если видно, такая красота. Вот домик небольшой. Но здесь что-то там я не вижу. Без очков, что там написано. Так, здесь красный свет не буду поворачивать. Потому что, да, нельзя. Здесь можно поворачивать направо. На красный свет. Если ничего не мешает. Вот у нас это вообще невозможно. А здесь можно. Вот. И стала я переписываться со своим. Вот с февраля месяца. В мае месяце у нас уже переписываться. Как? Мы на скайпе общались. Ну, говорить я не могла. И очень плохо я понимала его. Потому что американский акцент. Это американский говор. Это вообще очень сложно понять. Поэтому мы переписывались. И через переводчики я переводила. Что-то понимала. Что-то вспоминала. Вот в центре частный дом пожилой, пожалуйста. Вокруг здания. Ну, там целый район уже дальше идут. Жилые дома. Ну, пешеходов вообще мало, как видите. Совершенно я их не вижу. Все на машинах ездят. Мне тоже мой американец дал свою машину. У меня права ездить. 20 лет стажу уже. Прокатился со мной. Говорит, нормально пойдет. Не очень. Не очень уверена. Я говорю, ну, город-то не знаю. Конечно, сначала не уверена. И сейчас-то я тоже как-то заехала в район. Вроде и городок Ангридж маленький. Все-таки куда-нибудь куда-то заехала. И вообще еле нашлась. Ну, закольцованный тоже. Езжай по крайней дороге. Куда-нибудь выйдешь. Вот. И в мае месяце уже у нас зашел разговор о том, что надо встретиться. И в 30 июля я поехала вот сюда, в Англию, знакомиться. На две недели взяла туда обратный билет. Две недели здесь пробыла. Познакомились. Конечно, без языка. Потому что я вообще не понимала, что он говорит. Вообще слова не разбирала. Сейчас уже, конечно, все уже понимаю многое. Что не понимаю, то учу. Но именно английский не понимала. Именно не различала слова. Ну, это все. Это все проходит. Это вообще не проблема. Надо учить, слушать. Сейчас постоянно, регулярно, каждый день смотрю фильмы. Есть канал здесь такой. Вестерн фильмы показывают. Вот я уже многое понимаю из фильма. В фильме все-таки говорят более четко, чем в обычной жизни. Вот. Но хочу сказать по поводу визы. Виза же нужна была. Я визу сделала в марте месяце. То есть я еще до знакомства, до регистрации на сайте, на этом. Я вообще решила просто поехать в Америку, как турист, посмотреть. И подала на документы. И мне дали визу туристическую на три года. Так что мне этот вопрос не стоял. Каким образом мне сюда поехать. Вот я тоже проезжаю один из районов. Из района в район. Такого это города. Вот такая дорога. Здесь вот вода. Наверное, прудик. Там наверху дома. Такие дома богатые. Вот и такой проезд. И лес, и пруд. И вот снова начинаются светофоры. И дома магазина. Так, мне надо уже перестраиваться. Это же я... Не помню, что он ко мне еще ехает. Второй раз такой веселый. Вот. И вот уехала я 13 августа. Уехала в Москву. Приехала. И он мне сразу уже по приезду позвонил и говорил, что все, приезжай навсегда. Я понял, что мы хотим жить. Я тоже это поняла, что я хочу жить не так в Америке. В первую очередь с ним. Ну, а во второй в Америке. Тоже что скрывать, что действительно... Здесь, конечно, это Аляска. Здесь и климат. В общем-то, такой же практически, как в Москве. Но лучше, лучше, чем суши. Вон дети раздетые вообще идут. Вообще в шортах. Вообще одурели. Вот так вот ходят. Вообще здесь раздетые. Даже вот уже зима холодно. Уже минусовая температура. Сейчас я не посмотрела. Ну, градусы 7, наверное, есть. Минус 7. Дороги не поливают гадостью. Вон они какие. только чистят. И посыпают. И то не везде. Гравием посыпают. Так, это что такое? Мне или сюда поворачивать? От названия улицы не вижу. Ну, тогда сейчас почитаю. Нет, это еще не моя. Вот спокойная такая, спокойная жизнь в этом городе. Вот я приехала. Месяц я там, за месяц в Москве я закончила все свои дела. У меня питомник был, собак был декоративных. Я, значит, щенков быстренько продала. Подешевле, конечно, чтобы это быстрее было. Кому-то отдала именно на условиях взрослых собак. Кому-то продала. Ну, в общем, всех собак пристроила. И, ну, уехала. Улетела. 16 сентября сюда. Вот и уехала. Замуж выходить за американцем. Еще пока не... В декабре решили мне расписываться. Потому что я в декабре два раза замуж выходила. И он тоже в ноябре и в декабре принялся как два брака было. И это не счастливые месяцы решили им обидеть. Поэтому у меня все равно виза на полгода до... до... до марта. Поэтому если бы не есть, торопиться некуда. Ну вот. Такая у меня история небольшая. Кому было интересно, спасибо, посвящили меня. Пока. Задавайте вопросы, я, может, буду вам полезна. Отвечу. Всем отвечу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok